приехала красивая модная машинка называется камри чуть-чуть ее обидел град сейчас поскольку дождичек ничего не видно практически на ней получается что все нормально но сейчас мы возьмем волшебную тряпку протрем я думаю посмотрим что тут у нас с ней творится вот так вообще конечно красиво капельки такие красивые на ней просто хорошая машинка такая нравится она мне очень вот ну она чуть-чуть обиделась вернее и чуть-чуть обидели тут у нас град прошел и вот немножко июня про красивую машинку наше кино вот мы смотрим вот так и и слегка побила вот такое впечатление что вот тут такие мятины прям обалдеть побила всю и сказать что побила это мягко сказать покурочила если более правильно выразиться это еще как бы не видно мелкие вмятины тут особо не видны они бликуют машинка темная поколотила так понятно даже вот молдин и побила вот вот эти стойки побила динь 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 а так мы знаем что эти места делается сложная делается только клеем сюда доступа нету посмотрим капот вот так вот все бликует поэтому надо в лампе смотреть потому что она сейчас свежевым это и на ней так сказать только вот мы видим в лампе отраженку так они отдельными мелькают на самом деле побито хорошо вот я сейчас приведу один пример вот смотрим в багажник да он смотрится вроде бы это в таком освещении что он не сильно побитый на самом деле это не так сейчас мы просто включим лампу и посмотрим в лампе она нам покажет всю картину без приукрас как на самом деле есть ну что ж как говорили древние греки вот или не греки свет мой зеркальце скажи да всю правду расскажи и то это так сказать еще надо уметь сфоткать это половина сейчас просто взять лампочку передвинуть еще все бы ничего конечно вот но сожалению к сожалению тут придется работать в основном клеевой чему потому что с доступом тут не так все хорошо как хотелось бы раз уже доехали почти вот сюда есть смысл сказать посмотреть вроде в глаза глянуть вот был почти ответная часть машины так вот все красиво выглядит в лампе вот это мы уже на стойку пошли сейчас зайдем так сказать непосредственно в район крыши начинается тут и видимо молдинги побитые как говорится хорошо хоть стекла не побило ну такие вот неприятности постигли машинку как мы видим тут является хоть снимай хоть не снимай вот ну надо делать вот и начнем потихонечку делать можно конечно тут немножко поснимать крышу ради интереса ну поснимаем вот она наша крыша чуть заливает светом ну и лампочки тоже видно вот такая вот красота у нас просто битком набита даже считать никакого желания нету просто надо брать и делать вот он край элемента попробуем отсюда начать клеем работать здесь их вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тренадцать пятнадцать пятнадцать грубо говоря вот 15 сантиметров рука вот как ложится здесь около 40 штук их ну как говорили уже не древние реки а древние чукчи где наша не пропадала попробуем а вдруг получится что-нибудь будет приятно конечно работать одним клеем очень тошно и долго в данном случае пока что альтернативы у меня нету что-то я сделал и меня вмятины вывернулись наизнанку вот так обалдеть были внутрь стали наружу что-то я такое сделал сам не пойму что я сделал вот сейчас будем брать утюжок нагревать и через тряпочку гладить вот а вдруг выводим будет ровно вот вот такая вот ситуация получается ну что будем гладить сейчас попробуем вот они утюжки жесткие и чуть чуть менее жесткие а вот она палка которая дубасит по шишкам получается что нифига не получается чуть-чуть завуалировали сметинки и все металла очень противно что-то тут а 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 На кол потом легко уходит, а он легко уходит, на этом в ментаре хорошо забивается. Не, ну я ж не фанатично, так чуть-чуть подкололся, не мешаю, ну вроде нет, надо выше поднять багажей, давай поднимем, металл, очень приятный, но не хочет он выходить. Слышите. Слышите. Вот она вмятина. Которую сейчас Женя нянчит. Потерял я её. Другая метанка. Смотрим, куда достаёт ещё. Не особо много мест здесь вот, куда можно из технологических, как говорится, отверстий добраться до наших повреждений. Потому что все повреждения получились те, которые остались уже в закрытом доступе под усилителями, потому что всё, что было в свободном, я уже тут два небольших окошечка размером с ладошку на весь задний капот. Металл капризный, накалывается легко, так же надо его забивать. Металл капризный, накалывается легко, так же надо его забивать. Металл капризный. Попробую. Попробую сделать. Нам надо отбойный молоток покупать. Наконец приматывать из провалки пробойник. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 на них так сказать камень преткновения у меня был тут еще пару таких мест есть вот ну что делать как говорится из другой страны не ошибается тот кто ничего не делает вот ну и повреждения есть такие что не все и не всегда они делаются красиво вот мы об этом с вами знаем вот я старался очень старался не считался со временем как говорится сколько времени будет затратено на это на эту работу старался сделать ее как можно аккуратнее не буду говорить сколько дней я на это потратил но поверьте много вот чтобы как говорится не смеялись даже начинающиеся тех кто занимается но я старался вот так Продолжение следует...